Всем доброе утро. У нас опять начинается вся та же эпопея. Опять этот... Как она воздуха дувкает? Небулайзер. Опять небулайзер. Опять дышим, потому что сегодня проснулись слащим кашлем. Так, ночь, конечно, была адовая просто. Пока болеем, видимо, буду наедать себе поп. Случайно. Книжечка, книжку читаю. Остатки былой роскоши с машиного дня варенья. Вот этот вот тортик маленький, это я вчера не доела, а основная часть где-то еще больше, чем блюдо, лежит еще на балконе у нас торт. Вот. И корзиночки. В корзиночках тот же самый крем, что и в торте, и плюс ягоды. Вот. Это корзиночки надо быстрее кушать, потому что сейчас ягоды совсем тут расквасятся и будет уже невкусно. Вот. И чай. Чай у меня обычный черный, плюс смесь имбиря, лимона и, по-моему, меда. В общем, очень вкусно. Как раз для болеющих. Мелкий мой чихун. Похоже, нас догнали симптомы на третий день. Мась. Прикрути. Сейчас чихнет. Да, чихнула уже 3 150 раз, наверное. И еще больше чихнет скоро. Мама. Да. Откроешь, не получается. А, открою, да. Вот. Температуры, слава богу, нет. Видимо, вместо температуры теперь симптомы идут. Вот так. Короче, смешно. Ой, начинается. Давай уж, что там. Нет. Нет? Передумала? Да. Ой, сейчас, Машулька. Вот так вот, ладно? Да. Это пока уберу. Угу, вкусно. И пока Машулька чихает, я тут делаю котлетки. Вот. Вот. У меня здесь 500 грамм фарша, две маленькие луковки, одна средняя морковка, перец черный молотый, соль, кориандра много. Я люблю эти котлеты с кориандром. Вот. И примерно половина объема фарша муки. Вот. Я люблю с мукой. Раньше делала с хлебом, теперь с мукой очень нравится. Ночка была супер просто. Я в итоге не спала до трех часов ночи, потому что мы где-то в ноль часов дали ей лекарства, понижающие температуру. Вот. Опять, потому что температура была 39,2. Вот. И она никак не хотела снижаться. Мы уже обтирали и так, и сяко, и никак. Вот. И в итоге я просто мониторила температуру, поэтому не спала до трех ночи. И в три я только обнаружила, что температура пошла на спад. Ой, я уже и так сижу, читаю. И так сижу, читаю. Я понимаю, что я засыпаю просто. Что я сейчас просто клюну, и все. В подушку. И в итоге провороню, если вдруг у нее там еще выше температура будет подыматься. Вот. В общем, конечно, кошмар. Вот. Ну а сейчас опять, сколько сейчас, 7 часов вечера. Да, по-моему, 7. Вот. И Машулька пошла спать, сказала, хочет спать. У нее опять поднялась температура. Дала ей понадол. Не было парацетамола чистого в аптеке. Вот. Оказалось, только понадол. Ну, это тоже парацетамол действующее вещество. Вот. Так что сейчас лежит, опять мониторим, чтобы не поднялось. Ну, посмотрим. Конечно, какая-то въедливая зараза. Это просто на удивление. Первый раз мы, по-моему, жаропонижающими пользуемся в этом году. Учебном году. Насколько я знаю. Или мы пользовались только осенью, вот, когда приехали с дачи. Ну, в общем, нехорошо как-то все это. Вот такие вот красивые котлетки получаются. Они такие рыженькие прямо, потому что морковки много. Я люблю, когда много лука, много морковки и мука. От муки они такие становятся мягкие-мягкие и рассыпчатые. Вот. Так что это вкусно прям. Сегодня встречалась с замечательным человечком, с Олей. С такой веселой болтушкой. Вот. И она передала подарочки небольшие. Вот. Честно говоря, думала оставить и потом их распаковать как-нибудь грандиозно. Но, честно говоря, у меня прям терпежа нету, потому что один из подарков я уже прощупала. Я поняла, что там книга. Естественно, я не удержалась и открыла. Шоку моему не было предела. Смотрите. Это вторая книга Гарри Поттера. Гарри Поттер и тайная комната. Самая важная. Вот она, маленькая надпись. Это издательство. Росмен. Оля, я не знаю, где ты ее откопала. Я не знаю, где ты ее взяла. Ее днем с огнем не сыскать. Дело в том, что я уже рассказывала. У меня есть полная коллекция Гарри Поттера. И не хватает только этой книги. Только второй. У меня вся коллекция в издательстве Росмен. Кто знает, что створилось с Гарри Поттером. Вот. В плане издательства. Тут меня сейчас поймет. Росмен это самое нормальное. Нормальное, как это сказать, издание. Выпуск, перевод. В общем, все-все-все. Сейчас Гарри Поттера выпускает издательство Махаон. И многие на него жалуются, потому что его совершенно невозможно читать. Вот. Росмен сейчас уже, насколько я знаю, не продается вообще. Поэтому это вдвойне удивительно. Откуда просто ты нашла эту книгу? Я не знаю. Честно, я в диком шоке. Я не представляю, откуда эта книга. К тому же, она еще похожа и новая. Потому что, вот видите, она даже не держит раскрытие. Она еле-еле открывается. Ее явно не читали. Я не представляю вообще. Как? Где? Откуда? В общем, теперь у меня точно полная коллекция. Спасибо огромное, Оля. Мне только ее и не хватало. Теперь у меня есть все. Ну, кроме, конечно, новой книги. Но новая книга там без вариантов. Там Махаон и все. А ее я не хочу просто. Вот. Так что я, конечно, в шоке. Так, сейчас посмотрим. Тут еще какая-то есть штучка. Машули подписана. Думаю, он не будет проверять это. Написано Диме. Ты по всему чай? Ну, что-то сыпучее явно, да. Чаек. Чаек или кофеек? Чаек, мне кажется, да? Чаек. Чаек? Какой чаек? Да, я посмотрю, да, я посмотрю, да, я посмотрю, что-то там. Таежный, терпкая смесь китайского черного чая, пуэр, с добавлением ягод можжевельника и листьев перечной мяты. Будешь, это, вечный двигатель, да, энерджайзер. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Оля. Спасибо. Очень вкусно, наверное, особенно ягода можжевельника. Прикинь, какой запах будет. Красота. Корочку хлебня, что-то завтра. Не, не, я потом бегать буду полдня, нет. Ух, мы сейчас нанюхались этого чая. Он мне напоминает запах бани. Просто он пахнет можжевельником, еловыми веточками какими-то. И вот действительно прям такой запах бани. Запах парилки, парной. Так приятно вообще. Спасибо большое. Попробуем обязательно. Да, Машуся, это тебе. Это тебе. Помнишь, сегодня встречались с тетей Олей? Да. Вот, это от нее тебе. Вытаскивай. Там что-то с тетей Олейми, с картинками. Ну-ка, ну-ка, что это? Может, это пазлы? Да, думаешь? Ну, да. Отклеим? Да, отклеим. Только ножи, ножи, ножи. Заклеим, скотчим. Где тут заклейка? Руки не отрежь. Не отрежу. Ну-ка. Посмотрим, открывается. Здесь тоже заклеено с этой стороны. Вот и заклейка. Так, ну-ка, открывай. Это точно пазлы. Часовы. Пазлы, я же говорила, пазлы. Это пазлы. Будешь собирать? Ну, не сейчас, а чуть попозже, да? Да. Ага, отлично. Так, это пазлы. Пазлы с троллями. Смотри, какая картинка. Здесь розочка есть, есть цвета. Папа, здесь пазлики. Ну, а кто-то опять всю квартиру пазлами скидает. Опять папа будет в темноте ходить, перешагивать пазлы, да? Нет, папа прислали пазлы. Мама, мама. Да, да, да. Давай я соберу его попозже. Пазлик летел. Вот, закрывай коробочку, да? Здесь все посмотрели. Вот это тоже тебе написано. Машуля. Ну-ка, читай. Давай, читай, что тут написано. Машуля. Открывай. Интересно, что это? Там написано послушные девочки. Давай. Написано Машуля. Надеюсь, я там ничего не проливала? Я думаю, что нет. По-моему, это какая-то игра с пешками. Ну-ка, смотри, что там. Это какая-то игра, да? Да. С кубиком и с пешками. Ох, папа у нас их очень любит. Так, это и есть Антарктида. Мама, похоже здесь. Здесь еще какая-то книжка. Ух ты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прописи для... Там вначале было написано, Машуль. Можно посмотреть, как книжка называется? Можно? Прописи для дошколят. Учимся писать буквы. Будешь учиться буквы писать по ней? Да, я это очень обожаю. Так, а это что? Это... Аппликация фольгой. О, смотри, как делают. Бабочками? Это фольга. Это фольга. Это так легко и весело. Включи воображение. Это аппликация фольгой. Мама, а чем их делают? Фольгой. Фольгой. Мам, ты хочешь скажи, этими ленточками с блестками? Это не ленточки с блестками, это фольга такая. Не требует клея шесть ярких цветов. Слушайте, мы такое еще не делали. Интересно. Надо будет попробовать обязательно. Да? По-моему, здесь еще какая-то раскраска. Да? Или это наклейки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты. Ух ты. Ой. Что это? Нет, это вырезать. Думаешь? Ну-ка. Да. Вырезал. Это аппликация. Животные. Вырежи и наклей. Нужны клей и ножницы. Да, нужно обязательно вырезать. Ой. А у нас есть клей, похож на помаду. Да, есть такой стик. Да, смотри, нужно вырезать и аккуратненько наклеить вот сюда. Вот сюда? Да. Слушай, как интересно. Накрашивать здесь нужно или не нужно? Нет, это аппликация. Здесь нужно вырезать и наклеить, чтобы получилась киска целая. Мама, 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 а похоже, как нужно рисовать. А, похоже. Нет, ну, захочешь, можешь нарисовать. Но вообще это сделано для того, чтобы клеить. Мама, 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 у нас есть скотч. Если я захочу киску приклеить на стенку, будет на стенке. Нет, его сюда клеят, мама. Сюда? Да. Это же аппликация. Как вы с Катей делаете на занятиях? Ну да, помню. Мишка на коньках, видишь? Да. Это нужно вырезать и наклеить. Ой, а что здесь белое? Здесь белое, потому что с обеих сторон вырезание. Вон, видишь, и здесь, и здесь вырезка. Вон, мышка с рисом, хотела сказать, с сыром. Мыш с сыром. Да, 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 да. Ага. Поросенок с шариками. Это все нужно вырезать аккуратненько и наклеить. Будем делать? Да. Ну вот. Мама. Всего, спасибо большое. Мама, знаешь, что мне больше всего понравилось? Что? Тролли-пазлы! Вот так вот. Тролли-пазлы! Помused Мама 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 Продолжение следует...